Москва, 28 мая, РИА Новости Компания Аэроэкспресс, осуществляющая железнодорожные и пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, в пиковые дни Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом, вводит дополнительные ночные рейсы, поезда будут ходить до 3 часов ночи, следует из сообщения компании. Время движения поездов Аэроэкспресс будет продлено до 3.00 в ночь с 27 на 28 июня, с 3 на 4 и с 11 на 12 июля, говорится в сообщении компании в понедельник. В эти даты последний поезд от Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будет отправляться в 3.00, и со Шереметьево в минус в 2.30 мск, от Повелецкого вокзала в аэропорт Домодедово в 3.00 и с Домодедово в 2.00 мск, от Киевского вокзала в аэропорт Внуково в 2.30 мск, из Внуково в 2.00 мск. Мы прогнозируем пиковую нагрузку в этих числах, поэтому принято решение о назначении дополнительных рейсов. В остальные дни Чемпионата мира по футболу 2018 Аэроэкспресс будет курсировать в соответствии с расписанием. Существующих рейсов достаточно для того, чтобы справиться с пассажиропотоком, цитирует компания исполнительного директора Аэроэкспресса Валерия Федорова. Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах – Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Аэроэкспресс перевозит пассажиров между столицей и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания за 2017 год увеличила перевозки пассажиров на 0,6%, до 11,66 миллиона человек. Город Победы, прогулка по Волгограду Рея Новости, Владимир Остапкович у входа в Волгодонской судоходный канал со стороны реки недалеко от первого шлюза стоит памятник Ленину. Общая высота памятника – 57 метров, а фигуры – 27. Монумент занесен в Книгу рекордов Геннесса как самый высокий памятник реально жившему человеку. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код Рея Новости, Владимир Остапкович у входа в Волгодонской судоходный канал со стороны реки недалеко от первого шлюза стоит памятник Ленину. Общая высота памятника – 57 метров, а фигуры – 27. Монумент занесен в Книгу рекордов Геннесса как самый высокий памятник реально жившему человеку. Рея Новости, Владимир Остапкович на площади перед музеем Сталинградской обитвы на постаменте расположен макет советского бомбардировщика Су-2. Его городу подарило конструкторское бюро имени П.О.Сухова. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код Рея Новости. Владимир Остапкович на площади перед музеем Сталинградская обитва на постаменте расположен макет советского бомбардировщика Су-2. Его городу подарило конструкторское бюро имени П.О. Сухова. Рея Новости, Владимир Остапкович – история современного Волгограда неразрывно связанной со Второй мировой войной. Во время Сталинградской битвы погибли более 400 тысяч жителей города. Районы, по которым проходила линия фронта, были буквально стерты с лица земли. К окончанию войны уцелели лишь около 10% жилых домов. Можно сказать, что в последующие десятилетия город был отстроен заново. ТОЧКА 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 СКАЧАТЬ ВИДЕО СКОПИРОВАТЬ СЦИЛКУ ПОЛУЧИТЬ КОТРИЯ НОВОСТИЙ Владимир Остапкович – история современного Волгограда неразрывно связанной со Второй мировой войной. Во время Сталинградской битвы погибли более 400 тысяч жителей города. Районы, по которым проходила линия фронта, были буквально стерты с лица земли. К окончанию войны уцелели лишь около 10% жилых домов. Можно сказать, что в последующие десятилетия город был отстроен заново. РИА Новости – Владимир Остапкович – главная достопримечательность Волгограда, мемориальный комплекс «Сталинградская битва», который включает в себя несколько музеев и памятников, экспозиции образцов военной техники и «Мамай-Курган», где был возведен ансамбль, посвященный защитникам города. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Слежь Владимир Остапкович – главная достопримечательность Волгограда, мемориальный комплекс «Сталинградская битва», который включает в себя несколько музеев и памятников, экспозиции образцов военной техники и «Мамай-Курган», где был возведен ансамбль, посвященный защитникам города. РИА Новости – Владимир Остапкович, центральный монумент ансамбля, легендарная статуя «Родина-Мать зовет», высота которой 85 метров. У ее ног захоронены останки 34 505 воинов, защитников «Сталинграда». Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. РИА Новости – Владимир Остапкович, центральный монумент ансамбля, легендарная статуя «Родина-Мать зовет», высота которой 85 метров. У ее ног захоронены останки 34 505 воинов, защитников «Сталинграда». РИА Новости – Владимир Остапкович от проспекта Ленина до подножия статуи ведут равно 200 ступенек, по количеству дней обороны Сталинграда. С обеим сторонам от них в 60-х годах были возведены стены-руины, скульптурные барельефы, рассказывающие о двух этапах эпохальной битвы за город. . . . . . . Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Владимир Остапкович от проспекта Ленина до подножия статуи ведут равно 200 ступенек, по количеству дней обороны Сталинграда. По обеим сторонам от них в 60-х годах были возведены стены-руины, скульптурные барельефы, рассказывающие о двух этапах эпохальной битвы за город. РИА Новости – Владимир Остапкович ищий одним знаковым памятником музея-заповедника являются руины-мельницы Гергарта. Во время боев здание стало укрепленным пунктом узлом обороны 42-го гвардейского стрелкового полка и выдержало многочисленные попадания, авиабомб и снарядов. Память о жестокости хвойны здания решили не восстанавливать. . . . . . . Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Владимир Остапкович ищий одним знаковым памятником музея-заповедника являются руины-мельницы Гергарта. Во время боев здание стало укрепленным пунктом узлом обороны 42-го гвардейского стрелкового полка и выдержало многочисленные попадания, авиабомб и снарядов. . . . В память о жестокости хвойны здания решили не восстанавливать. РИА Новости Владимир Остапкович рядом с руинами мельницы Гергарта в 80-е годы был открыт музей-панорама «Сталинградская битва», где можно увидеть фотографии, личные вещи и награды солдат, знаменные орудия, боевое и парадное оружие. Здесь же расположены фондохранилище и круговая панорама разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом, которая занимает весь второй этаж здания. . . . . . Скачать видео Скопировать Ссылку Получить РИА Новости Владимир Остапкович Рядом с руинами мельницы Гергарта в 80-е годы был открыт музей-панорама «Сталинградская битва», где можно увидеть фотографии, личные вещи и награды солдат, знаменные орудия, боевое и парадное оружие. Здесь же расположены фондохранилище и круговая панорама разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом, которая занимает весь второй этаж здания. РИА Новости Владимир Остапкович на эстакаде музея, справа от ротонды, установлен макет истребителя времен Великой Отечественной войны Як-3. . . . . скачать видео Скопировать Ссылку Получить Код РИА Новости Владимир Остапкович на эстакаде музея, справа от ротонды, установлен макет истребителя времен Великой Отечественной войны Як-3. РИА Новости Владимир Остапкович город-герой растянулся вдоль правого берега Волги на 60 с лишним километров. Дорога на автомобиле от одного конца Волгограда до другого займет около часа. Если по пути не будет пробок . . . . . скачать видео скопировать ссылку получит КОТРИА новости. Владимир Остапкович город-герой растянулся вдоль правого берега Волги на 60 с лишним километров. Дорога на автомобиле от одного конца Волгограда до другого займет около часа, если по пути не будет пробок. РИА новости. Владимир Остапкович в Волгограде находится единственный в Нижневолжском регионе планетарий. Здание, построенное в 1954 году, стало подарком ГДР. Символично, что установлено оно было на улице Мира, одной из первых, восстановленных после Сталинградской битвы. Купол планетария венчает композиция Мир. Последняя работа скульптора Веры Мухиной . 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 скачать видео скопировать ссылку получит КОТРИА новости. Владимир Остапкович в Волгограде находится единственный в Нижневолжском регионе планетарий. Здание, построенное в 1954 году, стало подарком ГДР. Символично, что установлено оно было на улице Мира, одной из первых, восстановленных после Сталинградской битвы. Купол планетария венчает композицию Мир. Последняя работа скульптора Веры Мухиной. Реа новости. Владимир Остапкович перейти в фотобанк стадион Волгоград. Арена находится буквально через дорогу от Мамаева кургана. Он был построен на месте бывшего центрального стадиона. Арена будет использоваться в качестве основного стадиона футбольного клуба Rotor. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Владимир Остапкович перейти в фотобанк стадион Волгоград. Арена находится буквально через дорогу от Мамоева Кургана. Он был построен на месте бывшего центрального стадиона. Арена будет использоваться в качестве основного стадиона футбольного клуба Rotor. РИА Новости. Владимир Остапкович у входа в Волгодонской судоходный канал со стороны реки недалеко от первого шлюза стоит памятник Ленину. Общая высота памятника – 57 метров, а фигуры – 27. Монумент занесен в Книгу рекордов Геннесса как самый высокий памятник реально жившему человеку. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Владимир Остапкович у входа в Волгодонской судоходный канал со стороны реки недалеко от первого шлюза стоит памятник Ленину. Общая высота памятника – 57 метров, а фигуры – 27. Монумент занесен в Книгу рекордов Геннесса как самый высокий памятник реально жившему человеку. РИА Новости. Владимир Остапкович на площади перед музеем Сталинградской битвы на постаменте расположен макет советского бомбардировщика Су-2. Его городу подарило конструкторское бюро имени ПО Сухова. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Владимир Остапкович на площади перед музеем Сталинградская битва на постаменте расположен макет советского бомбардировщика Су-2. Его городу подарило конструкторское бюро имени ПО Сухова. РИА Новости. Владимир Остапкович и история современного Волгограда неразрывно связанной со Второй мировой войной. Во время Сталинградской битвы погибли более 400 тысяч жителей города. Районы, по которым проходила линия фронта, были буквально стерты с лица земли. К окончанию войны уцелели лишь около 10% жилых домов. Можно сказать, что в последующие десятилетия город был отстроен заново. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Владимир Остапкович и история современного Волгограда неразрывно связанной со Второй мировой войной. Во время Сталинградской битвы погибли более 400 тысяч жителей города. Районы, по которым проходила линия фронта, были буквально стерты с лица земли. К окончанию войны уцелели лишь около 10% жилых домов. Можно сказать, что в последующие десятилетия город был отстроен заново. РИА Новости, Владимир Остапкович, главная достопримечательность Волгограда, мемориальный комплекс Сталинградская битва, который включает в себя несколько музеев и памятников, экспозиции образцов военной техники и Мамаев-Курган, где был возведен ансамбль, посвященный защитникам города.скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Владимир Остапкович, главная достопримечательность Волгограда, мемориальный комплекс Сталинградская битва, который включает в себя несколько музеев и памятников, экспозиции образцов военной техники и Мамаев-Курган, где был возведен ансамбль, посвященный защитникам города.превнекст 1, 12. Субтитры создавал DimaTorzok